В эфире телеканал «Овидное ТВ» выпуск новостей, в котором для всех, кто остается в эти дни дома, мы расскажем о текущих событиях и подведем итоги прошедшей недели в Ленинском городском округе. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский посетил волонтерский штаб, чтобы выразить свою благодарность. Это время показало, что есть большое количество, ну давайте назовем это благодетелей, да, люди, которые что-то от себя вносят в общий котел. Сотрудники Дорсервиса проводят влажную уборку улиц, тротуаров и остановочных павильонов. В этом году больше, потому что снегу было меньше, снега вообще не было, грязью невыносимо. Администрация проверяет наполненность автобусов в часы пик. Была размещена информация о том, что на 364 маршруте очень большой пассажиропоток. Детская школа искусств поселения Горки Ленинский в скором времени обзаведется собственным зданием. Когда мы посмотрели четыре участка, то вот выбор пал именно на эту территорию. Напротив вечного огня на Аллее Славы появился новый арт-объект. Всему нашему коллективу очень приятно, что мы внесли определенный вклад. Больше месяца жители Ленинского городского округа и всей страны живут в условиях вынужденной самоизоляции. Как и в любой экстремальной ситуации, именно сейчас проявляются самые лучшие качества многих людей, которые добровольно вызвались оказывать помощь тем, кому она необходима. Помещение общественной палаты Ленинского городского округа стало своеобразным волонтерским штабом. Именно сюда приехал глава округа Алексей Спаский, чтобы высказать слова поддержки и благодарности волонтерам. О кратких итогах работы ему рассказала активист штаба Наталья Рящина. Более 100 человек у нас волонтеров. И мы своими силами формируем продуктовые наборы. Мы формируем наборы из овощей, фруктов. Большую помощь нам оказывает губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Более 530 заявок было обработано волонтерами за это время. Многие из них поступили вот отсюда, из объединенного колл-центра горячих линий губернатора и администрации Ленинского городского округа. Поступают звонки в колл-центр от жителей Ленинского городского округа. Мы их информируем на различные вопросы, а также, если им нужна какая-то помощь, волонтеров может быть, мы принимаем их заявки, обрабатываем и направляем непосредственно волонтерам. Не остались в стороне и представители бизнес-сообщества. Причем многие оказывают помощь тем, кто находится на передовой борьбы за здоровье людей, врачам и медсестрам. Скажите, пожалуйста, больничный лист вам не нужен? Да не знаю, может быть и можно. Ваш вызов оформлен, ждите доктора в течение дня. Каждое утро от Видновской поликлиники отъезжают несколько автомобилей с врачами. Индивидуальный предприниматель Андрей Макалкин предоставляет транспорт, на котором докторов возят больным. Данную ситуацию решил помочь жителям и врачам своего города, где родился, вырос. Начали мы с конца марта, было 2-3 машины, сейчас уже 5-6 каждый день на линии. Водитель успокоил, с врачами договорились, им каждые 2-3 дня делают пробы на коронавирус. Все пока, слава богу, все хорошо, заболевших нет. Раньше эти машины работали в такси и приносили владельцу стабильный доход. Но в нынешних условиях предприниматель предоставил их тем, кому они нужнее. Для нас это была действительно ценная находка и вообще большая, огромная помощь, поскольку выручают нас в виде поездок с врачами на вызыва, до 20 каждый день, каждая машина выполняет, потому что вызывов у нас 150-200 в день. И подобных историй сотни, несмотря на то, что многие сейчас несут определенные финансовые потери, помогать другим для них в приоритете. Это время показалось, что есть большое количество, давайте назовем это благодетелей, люди, которые что-то от себя вносят в общий котел, для того, чтобы это было распределено для тех, кто нуждается. У нас есть примеры, когда топливозаправочный комплекс предоставляет несколько тысяч литров бензина для волонтеров, для того, чтобы они осуществляли свою деятельность. Есть люди, которые изготавливают или закупают маски. Есть торговые организации, которые передают тоннами фрукты, овощи. И во время визита Алексея Спаскова в волонтерский штаб работа здесь не останавливалась, ведь люди ждут помощь, и она обязательно придет. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Жителями Ленинского городского округа была озвучена информация о переполненных автобусах в часы пик. В администрации муниципалитета на эту проблему быстро отреагировали и взяли под контроль работу общественного транспорта. В настоящее время администрация Ленинского городского округа проводит проверку загруженности автобусов в утреннее время и соблюдение гражданами социальной дистанции. Связано это с жалобами жителей. Была размещена информация о том, что на 364 маршруте очень большой пассажиропоток. Очень много людей, тем самым нарушается режим дистанцирования. Это полтора-два метра. Проверка начинается в 7 утра. Часть группы находится на станции Расторгуева, проверяя начало движения 364 маршрута. Другая на остановке поликлиника. Они смотрят количество пассажиров на выезде из города. Их не должно быть больше 22. Пока за время проверки серьезных нарушений обнаружено не было. Пассажиропоток слабый. Очень мало народу едет. Народ в маршрутке располагается в соответствии с нормами. Дистанцируется полтора метра. Та информация, которая была размещена в социальных сетях, я думаю, что это просто редкий случай. Однако граждане продолжают замечать нарушения. Елена Володяева, жительница поселка Развилка, работает в Видновской районной клинической больнице. На работу она ездит к 8 утра. 44-й автобус отменили с 31 марта. Приходится ехать на перекладных двумя автобусами до Домодедовской, а Домодедовской уже сюда до Виднова. Маршрутки полные. Просто навсего. Водители к себе. Кто сажает, кто не сажает. Расписание автобусов сейчас оптимизировано. В утреннее время они работают в обычном режиме, чтобы не допускать большого количества людей в салоне. За ситуацией продолжают наблюдать сотрудники администрации городского округа. Пока поступают жалобы от жителей, мониторинг будет продолжаться. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Несмотря на необходимость соблюдения режима самоизоляции в период пандемии коронавируса, многие граждане, особенно входящие в группу риска, все же покидают свои дома по разным причинам. Чтобы это предупредить, на улице Ленинского городского округа выходят люди в погонах. За работой патрулей наблюдала наша съемочная группа. Быть очень внимательным, быть корректным. Обращаю ваше внимание, молодые мамы с колясками, старики, пожилые люди, подходить по-человечески к ним, с участием. Не наказать, а предупредить. Вот главный посыл к участникам патрулей, которые отправляются на улицы Ленинского городского округа. Рейды проводятся силами полиции, госаднотехнадзора и МЧС. Всего в патрулировании участвует более 30 человек. Данное мероприятие мы проводим уже не первый раз. У нас эта практика здесь уже налажена. Соответственно, именно целью и задачей стоит убедить граждан, чтобы они находились дома. Чтобы не было распространения данной коронавирусной инфекции. Звучит команда по машинам и экипажи отправляются каждый на свой участок. Всего их 10 и расположены они во всех поселениях Ленинского городского округа. У меня это самая пропуск. Вы стоите желтки. Документы можно? Да, конечно. В ходе проверки нескольких граждан в районе станции Расторгуева никаких нарушений не выявлено. Зато к одной из торговых точек у сотрудника госаднотехнадзора есть претензии. Продавец не смог предъявить необходимых документов. Юридические лица, которым запрещено работать в период повышенной готовности, это как такое кафе и шаурма, они тоже нарушают этот режим. Поэтому мы им выписываем уведомление, вызовем территориальный отдел. Но подобные инциденты скорее исключения. Как правило, торговые учреждения строго соблюдают закон. Впрочем, как показал этот рейд, и граждане ответственно относятся к существующим правилам. Добрый день. Здравствуйте. Можно вас? Да, у вас пропуск имеется? Ну, внук сделал мне. Основной упор делается на работу с людьми, находящимися в группе риска, пенсионеров старше 65 лет. При этом сотрудники правоохранительных органов осознают, что людям нелегко, а потому даже к нарушителям относятся с пониманием. В преддверии хорошей погоды все люди, которые уже устали на самом деле находиться на самоизоляции, то есть в квартирах, будут выходить без причин на улицу. Идет пока увеличение заболевших. И если вы посмотрите по картам, вы все увидите, что на самом деле это так. И люди, ну, конечно, устали, но профилактика должна быть профилактикой. Сотрудники полиции, госантехнадзора и МЧС еще раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать режим самоизоляции и без особой причины не покидать свое жилище. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В эти весенние дни сотрудники Дорсервиса проводят влажную уборку улиц, тротуаров и остановочных павильонов. Выступая в роли мойдодыров, они очищают город от накопившейся за зиму грязи. Татьяна Брылова понаблюдала за этим процессом. Ежедневно с 8 утра сотрудники Дорсервиса выезжают на влажную уборку. С помощью поливочных машин проводят помывку всех дорог муниципалитета. После зимнего содержания всегда умоются дороги муниципальные все. И остановочные павильоны с тротуарами, специальным средством автодоровским. Средство, в состав которого входит шампунь и другие чистящие вещества, помогает справиться с остатками противогололедных реагентов, которых на дороге было высыпано в зимний период огромное количество. Как только потеплело, начали сразу производить данные работы. Уже заканчивается? Ну, я думаю, что еще до мая будем мыть. Дорожный рабочий Владимир Владимиров моет тротуары на улице Старонагорная. Опять же с шампунем, признавая, что простой водой так хорошо всю грязь не отмыть. В прошлом году он тоже был задействован в подобной работе. И ему есть что сравнить. В этом году больше, потому что снега было меньше. Снег вообще не был, грязью невыносимо. В Расторговской части Видного мы застали рабочих, моющих остановочные павильоны. На помывку одного уходит примерно полчаса. Все остановки также промываются специальным моющим средством. Сначала намыливают, а потом смывают чистой водой. После длительного зимнего периода первая весенняя влажная уборка, пожалуй, самая трудозатратная. Последующие уже будут немного проще. Ведь в течение года сотрудники Дорсервиса несколько раз проводят помывку всех остановочных павильонов муниципалитета. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории региона начали раздачу медицинских масок. Всего будет роздано порядка 250 тысяч бесплатных наборов, внутри которых находятся по две медицинские маски. В Ленинском городском округе наборы из масок водителям вручают госавтоинспекторы. Правда, сначала проверяется наличие QR-кода, водительские документы, а после с пожеланием здоровья дают комплекты масок. Большинство водителей к выезду на авто подготовлены к досмотру, относятся спокойно и даже рады таким необходимым в наше время подаркам, как защитная маска. Я местный, вот в Тарычево, живу в магазин, в аптеку. Понятно. Как часто вообще останавливают? Останавливают. Меня первый раз остановили. Вам маску еще подарили? Пригодится? Ну, я думаю, да, конечно, пригодится. Защитные маски также будут раздавать волонтеры на железнодорожных станциях, у супермаркетов и больниц. С наступлением лета должны начаться работы по реконструкции парка Сосеньки на Жуковском проезде. Проект благоустройства был согласован с жителями близлежащих домов. Находясь на самоизоляции, они с нетерпением ждут, когда смогут прогуляться в обновленном парке. Хорошая продуманная инфраструктура, детские площадки, спортплощадки, сцена для массовых мероприятий и отличная задумка, дорожка развития тактильных ощущений. Парк, мы тебя ждем. И там поставят скейт-парк для молодежи, для всех, кто катается на скейтах, кто катается на самокатах или даже на велосипедах. И это будет очень круто. А еще сценическая площадка для проведения массовых мероприятий и праздников. Чтобы мы могли с вами встречаться, радоваться жизни и просто быть счастливыми. Новый парк Сосинки будет разделен на зоны для разных социальных групп населения. Места отдыха для пожилых людей, детские площадки, сцена для проведения массовых мероприятий и спортивные площадки для молодежи. Во время строительства все заинтересованные жители смогут контролировать ход проведения работ. Напротив Вечного огня в Видном на Аллее Славы появился новый арт-объект. Он посвящен памяти солдат, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Арт-объект «Монумент Победы» в высоту достигает 2,5 метров. Его ширина 5 метров 30 сантиметров. Выполнен он из металла. Композиция говорит сама за себя. Никто не забыт, ничто не забыто и вечная слава героям. Всему нашему коллективу очень приятно, что мы внесли определенный вклад в это огромнейшее мероприятие, важное для всей нашей страны. Так как большинство на сегодняшний день соблюдает режим самоизоляции, оценить новый арт-объект смогли лишь жители ближайших домов. Важно и нужно, чтобы была память, чтобы, по крайней мере, молодое поколение понимало, когда что-то происходило. Помимо композиции к 75-летию Победы, на пути к храму жители будет встречать арт-объект Георгий Победоносец, который компания-подрядчик установит в ближайшее время. Композиция будет выполнена также из металла. Мы с вами, говорят учителя Видновской школы номер 11, своим ученикам, находящимся в настоящий момент на домашнем обучении в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Преподаватели сняли видео со словами поддержки в это непростое время и выложили его в социальные сети. В своем обращении к школьникам они выражают надежду, что уже скоро снова будут встречаться вместе в стенах школы, а не на мониторе компьютера. Идея создания видеоролика появилась уже после окончания первой недели дистанционного обучения, когда учителя стали понимать, что ребятам не хватает реального общения с одноклассниками и преподавателями. Посещение спортивных секций и занятий по дополнительному образованию. Также без них скучая очень сильно мы решили записать для них ролик. Многие учителя откликнулись на это. И получилось вот такое видеообращение для ребят. Мы рассказали о том, как мы их любим, скучаем без них. Надеемся на скорую встречу. В данный момент более 20 тысяч учащихся Ленинского городского округа продолжают учиться в онлайн формате. Детская школа искусств поселения Горки-Ленинский в скором времени обзаведется собственным зданием. Сейчас она ютится в нескольких кабинетах, выделенных администрацией поселения. Каким будет новый храм искусств, узнала наша съемочная группа. Рабочие вбивают колышки, чтобы контуры нового здания детской школы искусств стали понятны. Пока их можно увидеть только на бумаге. Комиссия, куда вошли представители Видновского управления капитального строительства, ПТО, ГХ, администрации поселения и руководство школы пытаются представить будущий фронт работ. В настоящий момент времени организовано выездное мероприятие по выносу в натуру контуры здания детской школы искусств в поселке Горки-Ленинске. Определяем масштаб проблем выноса инженерных коммуникаций, попадающих в пятно застройку. Ну, соответственно, дальше по факту разбивки осей и контура здания будем принимать следующие инженерные решения по выносу сетей, по перемещению, нахождению более оптимального положения здания на данном земельном участке. Новое здание ДШИ будет модульного типа, что, во-первых, намного дешевле капитальной постройки, а, во-вторых, позволит максимально сократить сроки возведения. В бюджете поселения на строительство здания ДШИ заложено 50 миллионов рублей. Дополнительные средства будут выделены на благоустройство прилегающей территории. Делаем сквозной проезд, который нам закольцовывает, в принципе, здание. Напомним, что изначально ДШИ базировалась в помещении средней школы Горок-Ленинских. После ее закрытия творческий коллектив переехал в несколько кабинетов, предоставленных администрации поселения. Но этих помещений явно не хватало. Работа над возведением нового здания началась по инициативе главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова. Будущий вход в школу искусств будет примерно за моей спиной. И хотя общие очертания здания уже известны, каким будет внешний вид школы – пока загадка. Над ним, как и над внутренней планировкой, работа начнется намного позже. Естественно, что все это будет готовиться с учетом рекомендаций и пожеланий руководства школы и преподавателей. Уже сейчас известно, что здание будет одноэтажным, но довольно вместительным. По предварительным расчетам, его площадь составит около тысячи квадратных метров. Для сравнения, сейчас площадь, которую занимает школа искусств, всего чуть более 200 квадратов. При поиске места, где будет возведено здание, ориентировались прежде всего на удобство жителей поселения. Когда мы посмотрели четыре участка, то выбор пал именно на эту территорию. Она находится очень близко к домам, очень удобное расположение. И мы надеемся, что она будет очень удобная для всех посетителей детской школы искусств. В настоящий момент в Горкинской ДШИ обучается 137 учащихся. Планируется, что ввод новой школы позволит увеличить количество учеников до 200. Также в планах руководства школы открыть духовое отделение и расширить отделение народных инструментов. Мы хотим, наконец-то, сделать большую изо-студию, потому что места в предыдущей школе, в предыдущем помещении нам не хватало. Сделать хороший хореографический зал. И, наконец-то, у нас будет свой концертный зал. Такого у нас не было вообще никогда. Мы всегда пользовались либо залом музея-заповедника Горки Ленинский, и теперь замечательным залом в Петровском. Кабинеты, которые освободятся при переезде ДШИ, планируются отдать в распоряжении центра «Юность», который находится по соседству и администрации поселения. Предварительно намечено, что работы по возведению здания начнутся в начале лета. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И вновь рубрика «Вместе дома». Каждый ее выпуск показывает в Ленинском городском округе много талантливых людей. Они и поют, и прекрасно готовят, а главное, не скучают в период самоизоляции и показывают всем пример активности, даже находясь в четырех стенах. В эти дни ходит множество анекдотов и шуток о том, что в период самоизоляции люди начинают от нечего делать, много есть. Например, одна девушка рассуждает, в этом году мне не нужно покупать себе новую одежду весной, она уже не пригодится, а летом неизвестно, какого размера я стану. Что-то вроде этого. Сестры Людмилы и Мария смотрят на ситуацию иначе, а не занимаются физкультурой. Правда, каждая по-своему. Впрочем, у девушек и много общего. Например, пока не видят родители, желание ненадолго убежать за пределы двора и прокатиться с ветерком. Жители развилки Юлия Колесникова с сыновьями обустроили во дворе дома спортивную площадку и тоже с удовольствием занимаются физическими упражнениями. Школьники, уже привыкнув к новым методам ведения уроков, с удовольствием учатся, а учителя стараются как можно интереснее сделать онлайн-уроки. В гимназии, например, ИЗО проходит на немецком. А один из классов подготовил видеоролик в поддержку доктора Дениса Кривихина. В съемках ролика примели участие классный руководитель, ребята и их родители. Уверена, те добрые слова, сказанные доктору, могут быть адресованы всем врачам, которые в эти дни борются с коронавирусной инфекцией. Уважаемый Денис Вячеславович, вы сейчас находитесь на передовой медицинского фронта. Дядя Денис, спасибо, что вы нас лечите от гриба, от коронавируса. Мы хотим поддержать папу наших друзей Полины и Матвея, доктора Дениса Кривихина и всех врачей в его лице. Ну а семья Чернышевых, с которой наши телезрители уже успели познакомиться в прошлом выпуске рубрики «Вместе дома» снова решили исполнить песню. Мелодия легко запоминается, так что подпевайте. Если вы хотите рассказать о своих интересных делах, присылайте видео к нам на почту видное-тв собакамайл.ру И не забудьте указать телефон для связи. Вместе дома мы сможем многое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все основные новости за неделю, о которых мы хотели рассказать в нашем итоговом выпуске. Оставайтесь дома. До встречи.